Приветствую вас, поскольку вопрос вы свой задаете достаточно кратко, даже вопроса как такового нет, а по факту вы просто ставите нас как бы в ответность относительно того же, что у вас происходит. И поскольку вы своё сообщение написали вот так, то я вам постараюсь ответить на него, разобраться по сути дела в каждую фразу, которую вы написали. Потому что на данный момент это всё, что у нас есть. Итак, у нас с мужем часто бывают скандалы по пустякам. То есть ситуация заключается в том, что вы со своим мужем ссоритесь, ссоритесь с ним довольно часто, но при этом поводов для ссор практически нет. То есть вы сами понимаете, что вы ссоритесь, ну по сути дела вот просто так. Тогда мне бы хотелось, чтобы вы, если признаёте, что ссоритесь с мужем просто так, определили свою ответственность за то, что делаете и ответственность своего мужа. Потому что когда вы говорите, что мы со своим мужем ссоримся, это не совсем правильная позиция. Вы говорите, что мы со своим мужем ссоримся, как бы снимая ответственность с себя. На самом деле это вы ссоритесь. Вот именно в контексте, в контексте вас, в контексте того, что я говорю с вами, я могу сделать только один вывод, что ссоритесь вы. Не ваш муж, а именно вы, понимаете? И вот это ключевой момент, то, что именно вы ссоритесь. И возникает тогда вопрос, а зачем вы ссоритесь? Ну хорошо, у вашего мужа там некоторые проблемы, может быть конфликты, противоречия и прочее. Ладно. Но вы, зачем вы ссоритесь, почему вы это делаете? Вот ответ на этот вопрос является, на мой взгляд, очень важным. Потому что именно ответ на него обозначит уровень и степень вашей ответственности в отношениях. Ведь если ссоритесь вы, то получается, у вами что-то движется. Если вы реагируете на своего мужа, который с вами ссорится, то опять же, у вас получается что-то задевает вас, что-то напрягает. И вы, вместо того, чтобы по факту проблему решить, вы просто-напросто говорите, ну вот мы со своим мужем ссоримся. То есть, понимаете, проблемы это ваши не решит. По факту. Далее. Вы пишите, у него появляется агрессия на повышенных стонах, говорит, руку поднимает, себя не может контролировать. Значит, у него появляется агрессия. Агрессия – это следствие, опять же, внутреннего конфликта. И здесь, в первую очередь, нужно определить, с какого момента, почему ваш муж так себя начал вести. Ведь он не всегда так себя вел. Если всегда, то, получается, вы его не таким принимали, а потом перестали. И это уже, опять же, вопрос к вам. Почему раньше человека вы принимали, а теперь нет. Понимаете? Но мы с вами будем исходить из того, что мужчина вел себя так не всегда, а вот именно с определенного периода. И тогда, давайте подумаем, что произошло. Откуда взять агрессию? Ведь она же просто так не появилась бы. Значит, ее что-то спровоцировало. Отдаете ли вы себе отсчет в том, что ее спровоцировало? Понимаете ли вы, что стоит за агрессией? Какие проблемы стоят у вашего мужа? Какие проблемы у вашего мужа стоят за вот этим вот важным моментом? Ну, на мой взгляд, конечно, важным. Вот. То есть, агрессию здесь воспринимать именно как агрессию, как таковую, не стоит. Потому что это сигнал для вас, что у вашего мужа нет всего в порядке, что у него есть определенные проблемы. Вопрос в том, слышите ли вы их, понимаете ли вы их и так далее. Вот. То есть, чтобы вы поняли правильно меня, у агрессии есть причина. И вот как раз такие причины агрессии вашего мужа необходимо определить. Далее вы говорите, что он разговаривает на повышенных станах. Это, по сути, является как бы продолжением агрессии одной из ее форм. И как мне это видится, что здесь уже не столько важна сама форма, сколько важен сам факт. Того, что у вашего мужа есть вот такое вот, ну, явно не совсем адекватное, не совсем нормальное поведение. Далее вы говорите, что он поднимает на вас руку. Вот это, конечно, очень плохо. И в первую очередь это говорит о том, что мужчина сам определенную черту перешел. Во вторую очередь это говорит о том, что вы позволили ему это делать. То есть, вы позволили ему себя ударить, получается. И после этого остались с ним. Вот, если честно, этот момент, то есть, вот почему вы позволяете ему поднимать на вас руку, так же важно диагностировать, потому что от этого зависит, по сути, ваше будущее. И как правильно вам, в принципе, сказал мой коллега, один из коллег, что ваш муж ничего сам по себе менять не будет. Это совершенно точно так и есть. Вот, но я бы хотел добавить немного, что ваш муж, может быть, сам менять ничего не будет. Но он может вполне себе что-то изменить, если вы выведете его из зоны комфорта. То есть, если он перестанет получать от вас то, что получает на сегодняшний день, на сегодняшний момент. И тогда у него будет мотив для того, чтобы ситуацию как-то исправить. А вот, пока вы, например, ведете себя так, пока вы, вот, позволяете ему обращаться с собой, вот, таким образом, конечно, мужчина не будет ничего менять, потому что у него нет мотива, нет стимула. То есть, во многом, будущее ваших отношений зависит от того, как вы будете выстраивать свою линию поведения. Насколько ценностно, насколько уважительно к себе вы будете относиться. Я полагаю, что, ну, не просто так вы позволили своему мужу себя ударить. Вполне возможно, что у вас по какой-то причине или была занижена, или занижилась сама женщина, и в таком случае мне нужно работать. Вполне вероятно, что вы боитесь чего-то, и тогда нужно работать, соответственно, со страхами. Вполне возможно, что есть еще какие-то мотивы, которые удерживают вас с этим человеком. Но поймите, что даже если вы знаете, что он вас любит, поймите, что даже если вы уверены в его чувствах, и если вы любите его, то продолжают так, как сейчас для вас просто-напросто путь в никуда. И мужчина, рано или поздно, осознает, что он сделал, как он поступил, и будет из-за этого так же сильно страдать. Поэтому сейчас сделайте первый шаг к новой жизни, написав нам на ресурс. Сделайте второй шаг, выберите эксперта и начните работать с ним по своей проблеме. Возможно, даже вместе со своим мужем. Это очень и очень важно. Но, опять же, здесь зависит от того, все, насколько вы понимаете серьезность проблемы, и хотите ли вы ее решать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку. Я вам помогу, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!